Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами об уходе за гортензиями. Сейчас у нас вторая половина лета. Моя прекрасная, очаровательная, очень красивая гортензия ваниль фрайс готовится цвести. Так сейчас выглядит куст. С каждым годом он становится все шире, все краше. В этом году он уже, наверное, вымахал метр на полтора ширину. Посмотрите, какое количество цветочных метелок он сформировал. Скоро кустик расцветет. Для того, чтобы он цвел как можно дольше, чтобы цветы были крупными, яркими, я обязательно каждый год подкармливаю свою гортензию. Но перед тем, как подкормить, я совершаю одну очень простую, но важную процедуру. А именно подкисляю почву. Думаю, каждый из вас, прежде чем посадил гортензию, прочитал информацию о ней. И наверняка знает, что гортензия растет и развивается только на кислых почвах. На щелочных или нейтральных, или слабо кислых почвах она будет расти плохо. Будет слабо цвести. В общем, шикарных кустов с огромными цветочными шапками вы не получите. И поэтому почву для гортензии необходимо подкислять. Перед тем, как внести подкормку, я сначала подкисляю почву для своей гортензии, а потом вношу удобрение. Таким образом, гортензия все внесенное удобрение хорошо усвоит, хорошо в себя впитает каждый полезный элемент. Ну, а если этого не сделать, вы подкормите все, что угодно. Траву, сырники под своими гортензиями, другие там растения, но не гортензию. Гортензия в недостаточно кислой почве ваше удобрение просто-напросто не усвоит. Сейчас я вам покажу, какое средство я использую для подкисления почвы для своей гортензии. Для подкисления почвы я использую обычную лимонную кислоту. Знаю, многие седоводы используют и кефир, и уксус, и там гвозди как-то закапывают. В общем, способов на самом деле много. А, кстати, даже продают специальные подкислители в магазинах для гортензии. Ну, я как-то вот по старинке пользуюсь лимонной кислотой. Беру 2 столовых ложки лимонной кислоты и растворяю их вот в небольшом количестве воды. Вот, ложки неполные получились, еще немножко добавлю. В общем, сначала растворяю лимонную кислоту в пол-витровой баночки. Сейчас она хорошенько растворится. Ну вот, лимонная кислота растворилась. Теперь я переливаю все в 10-литровую лейку и набираю воду до 10 литров. Ну вот, мой раствор готов. Теперь я хорошенько буду проливать свой кустик. Вот так вот, не спеша, потихонечку. Все 10 литров у меня пойдут на вот этот вот куст. Поливаю я гортензию по чуть-чуть, чтобы вся вода ушла именно к корням гортензии, а не разлилась по всему газону. Поэтому, таким образом, потихонечку, не спеша, чуть-чуть наливаю, жду пока впитается, потом вот опять чуть-чуть наливаю. И так до тех пор, пока все 10 литров не закончатся. Ну а уже после того, как я подкислила почву, примерно через день-два, уже можно смело вносить удобрения. Все предыдущие года я использовала вот такое удобрение, которое называется Fertica Luxe. У него хороший состав. Тут содержится не только азот, фосфор и калий, но и другие микроэлементы. Ну, в принципе, она меня устраивала. Я его использую для всех своих растений цветущих. Ну, а в этот раз, вот в этом году, я хочу попробовать подкормить гортензию монокалийфосфатом. Мне очень понравилось, как он действует на розы. Розы стали цвести просто огромными букетами. Ну, и вот я хочу в этом году подкормить гортензию, посмотреть, как она будет цвести. И будет ли какая-то разница. Любое из этих удобрений можно использовать для подкормки гортензии. Если вы выберете фертику, то ее необходимо будет развести из расчета 20 грамм на 10 литров воды. Это примерно столовая ложка с такой хорошей большой горкой. А если вы выберете монокалийфосфат, то его необходимо будет развести в горячей воде, чтобы он хорошо растворился. И из расчета 10 грамм на 10 литров воды. Точно так же, как и лимонную кислоту, разводите удобрения сначала в небольшом количестве воды, а потом переливаете в 10 литровую лейку и наполняете ее до нужных 10 литров. Поливаете точно так же, как и в случае с лимонной кислотой, потихонечку поливайте, не спешите, чтобы удобрение поступило именно к корням гортензии, а не разлилось куда попало. У меня на сегодня все. Как будет свести моя гортензия, я обязательно сниму для вас видео. Если остались вопросы по этой теме, пишите в комментариях. Ну а пока, я всем желаю хорошего дня. Всем спасибо за внимание. До встречи на моем канале.